Добрый вечер, Хасай Магомедович. Привет, Алексей. Привет всем. Давай свой неожиданный вопрос. Мне такой вопрос, почему именно важно каждый день делать метод ключ по утрам? Это вовсе не так, никто так не говорил никогда. Да, это раньше было такое, что надо каждое утро делать зарядку. Делать каждое утро зарядку. Ну, во-первых, ошибка физкультуры в чем была? Что каждый день, может быть, и не надо делать. Можно иногда делать перерывы. Потому что ты адаптируешься к этим упражнениям, и они не дают того взрослого, вдохновляющего эффекта. Поэтому ты один-два дня не делаешь, потом опять делаешь, и опять тебе хорошо. Во, это первое. Второе. Есть люди, которым надо каждый день делать. Это зависит от их организма, от их организации в психической и физиологической деятельности. Есть люди, которым не надо каждый день делать. А есть люди, которым не утром надо делать, а вечером надо делать. А есть люди, которым надо делать именно тогда, когда они сильно напряженные, чтобы выпустить пар. И тогда они делают, ну вот это все, о чем я говорю, это уже метод ключ. Это понимание, как надо делать физкультуру. Синхрогимнастика. Почему у нас синхрогимнастика по методу ключ называется синхрогимнастика? Это действия синхронные с индивидуальным текущим состоянием. Это абсолютно та физкультура, которая подходит лично тебе. И ты подбираешь там упражнения, которые полностью синхронны с твоим состоянием в текущий момент, когда ты их применяешь. И поэтому получается мощнейший эффект оздоровления. И освобождение ума от всяких комплексов, страхов, стереотипов, от всяких шаблонов. Выход на творческое состояние за очень короткое время, за несколько минут. Синхрогимнастика по методу ключ вместо старой зарядки по утрам. Зарядку пусть делает тот, кому это подходит. А другому, может, подходят не вот эти упражнения, а вот такие, а третьему вот такие, а четвертому вот такие. И поэтому у нас есть много видов спорта, много видов танцев, чтобы каждый себе подбирал то, что ему подходит. И поэтому принцип метода ключ – подбери то, что тебе подходит. И там по существу получается синхронизация между действиями, текущим состоянием в данный момент времени. И поэтому ты в любое время, в любом месте можешь быстро это применить. Ну, это надо объяснять, рассказывать. Но это помогает не только здоровью, это помогает решать разные проблемы. Но я хочу тебе сказать очень важную вещь. Я понял, почему много людей физкультуры не делают. И почему ключ не применяют. Сейчас я скажу. Потому что у людей много разных проблем. У них и времени не бывает, не хватает. И настроения нет для этой физкультуры. Потому что они никак свои проблемы. Например, ты или кто-то, или я потерял работу. Или у кого-то ребенок вовремя из школы не вернулся. Или деньги потерял. Или ты хочешь много зарабатывать любимым творчеством, а у тебя не получается. Вот эти большие проблемы, а тут тебе предлагают какую-то физкультуру. И человек логически не связывает одно с другим. Логически не может связать. Как это может мне синхрогимнастика или приемы левитации метода ключ, когда человек там летает, как в космосе, как в невесомости. Когда он прямо входит в такое состояние потока, который его несет, когда ему хорошо. Он сделал хлёст руками по спине, лыжникой сделал, шалтай-болтай. Ключевой стресс, руки пошли, опустил, представил, что они поднимаются. И полетел, и полетел. И он никак не может понять, как логически это связано с решением его проблем. Как деньги найти, как дом построить. Он же беспокоится, что ребёнок вовремя в школе не будет. Как это связано, он никак понять не может, логически. Поэтому многие люди слышали, ой, ключ, такая вещь знаменитая. Ой, физкультура, такая важная вещь. А никто не применяет. Ну, никто, никто. Конечно, многие применяют, я просто так говорю, так сказать, аллегорию. Ну, вот так, образом. Потому, что человек не может логически связать свои сложные проблемы с такими простыми, вроде бы, действиями. Ну, вот недавно ко мне девочка звонила, папа её попросил. У неё тревожность, паники там какие-то. Ну, пожалуйста, помогите нам туда-сюда. Ты знаешь, я в скайпе после семейной помощи оказываю. Вот так вот, просто бесплатно. Она мне позвонила, я с ней поговорил, я ей показал пару приёмов. Она стояла вот так, качалась, потом села. Я говорю, ну, как она? Она говорит, какая-то задумчивая стала. Потом ещё раз мы с ней так сделали, она потом говорит, ой, как хочется покричать, как хочется поррать, как хочется поплакать. Я говорю, плачь, плачь. Так, слушай, видишь, она уже воспроизводит упражнения, упражнения. Потому что у человека, когда она, ну, взрыв эмоциональный возникает, хочется рвать, метать, бегать по комнате, стучать по подушке. Ну, из этого состоит синхро-гимнастика. Подберите себе те действия, которые подходят вашему состоянию, чтобы было соответствие между умом, чувствами и телом действиям. Чтобы была целостность, гармония. Потому что в этот момент, когда вам хочется, когда вы в гневе или в раздражении, вам хочется рвать и метать, так вы побегайте по комнате. Порвите, пометите, когда вот никто вам не мешает. Поделайте одну минуту. Потом сядьте и положите, чтобы пару выпустили. А потом пару выпустился. Да, говорит, слушай, а что я так раньше не делал? Я говорю, так это же есть синхро-гимнастика. А я, говорит, думал, когда мне вот так вот хочется разорвать, все там, кричать, я думал, что это нельзя делать, и себе глушило это. Я говорю, поэтому у вас напряжение выросло, а потом у вас давление пошло, а потом сердце пошло и так далее. Что вы себе глушите? Поэтому 2-3 минуты синхро-гимнастики полезно, полезно, выпуская пар. А это уже разгрузочные действия. Когда пар начинает выходить, так ты добавляй туда эти действия, которые тебе хочется делать. Слушай, я такие вещи рассказываю тебе. Наверное, это сейчас не квест. Да. Просто люди не связывают свои сложные проблемы с такими простыми вещами. А вот я тебе хотел сказать, что я этим пользуюсь и рисую. Снимаю напряжение, рисую. Я тебе хочу, чтобы ты выставку включил там в ГИМО. Летом проходила у меня выставка в Москве в ГИМО. Ну, пусть ты посмотри, и все посмотрят выставку. Я хочу тебе сказать, что синхро-гимнастика, как любая разминка, помогает всем решать их сложные проблемы, помогает и шахматистам, и штангистам, и писателям, и художникам раскрепощаться, освобождаться от всяких напряжений, нервно-мышечных зажимов. Чем занимался Станиславский, а потом занимался Михаил Чехов, а сейчас мы будем учить еще и спортсменов, у меня же много олимпийских чемпионов, чемпионов мира, и так далее. У меня много и художников, и писателей, и вокалистов много, очень много вокалистов, которые, когда делают эти синхронизирующие упражнения, они потом, у них чисто, чисто получается, потому что у них свободы больше. Это очень важно. Для пения, чтобы человек был свободен, чтобы фанация связок была правильная. О, это так интересно. Ну как, поставим выставку, нет? Да, и сейчас в конце ролика как раз поставлю все. Ну ты мне задал вопрос про физкультуру, про зарядку задал вопрос, а я тебе вот все, что это рассказал. Ну для того, чтобы человек освоил эту синхронизирующую гимнастику, освоил этот метод ключ и понимал, когда делать одну минуту, когда пять минут. Это же не будешь на улице делать. Это не на улице, это домашнее задание. Ты дома делаешь, и у тебя вырабатывается способность на улице, где бы ты ни находился, на собрании, в самолете, во время выступления, если тебе прижмет какое-то напряжение, если ты потеряешь внутреннюю целостность, чтобы заново ее воссоздать, чтобы ты опять был целостный, свободный такой, творческий. Там уже не нужно делать никаких упражнений, потому что после домашней работы у тебя вырабатываются навыки, у тебя приходит такая осознанность, одним движением плеча, как ты можешь снять сильное напряжение. Да, это интересная штука. Ну все, благодарю, что сами победуете. Сейчас ролик будет идти как раз про вашу картину. Я наряду с этим хочу сказать, что скоро у нас вебинар для спортсменов, для их тренеров и для спортивных психологов, потому что эти же упражнения синхрогимнастики и ключевой разгрузки, если они применяют, они и выигрывают, большие победы делают. У меня же много на моем веку люди выиграли. И пожелаем всем золотых медалей по жизни. Да, да, да. И морального удовлетворения. Все, благодарю. Потому что эта методика помогает открывать свои таланты и способности. Занимайтесь любимым делом больше, и тогда вы сможете легче делать и нелюбимую работу. Давайте, привет. Спасибо. 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 Спасибо.